Девушки отдыхают 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 Остальные результаты вы видите на вашем экране. Студенческая футбольная лига подошла к концу, а вот студенческая волейбольная лига Республики Татарстан только-только выходит на старт. Мужские сборные свои первые матчи проведут в этот четверг, а в этот понедельник уже успели сыграть женские сборные. Сборная Казанского федерального университета на своем паркете принимала сборную КНИТУК ХТИ и за ходом этого матча отправилась следить наш корреспондент Наталья Жирнова. Многие долго ждали этот момент. И вот волейбольный сезон наконец-то открылся. 23 ноября прошла первая игра сезона между Казанским федеральным университетом и Казанским химико-технологическим институтом. Честь открыть студенческую волейбольную лигу РТ предоставили женским командам данных вузов. Уже на разминке чувствовался боевой настрой обеих команд, в особенности сборной КФУ. Однако первую партию они открывают достаточно слабо. Соперницы идут вровень по очкам. Тренер команды федерального Артем Григорьев во время таймаута проводит серьезный, но быстрый разговор с девушками. И уже через несколько минут счет становится 4-12. Блоки подсетки со стороны противника и приемы мяча Либера не дают подачам волейболистов КХТИ оказаться удачными. Иногда счет на табло для сборной КХТИ увеличивается, но очередная ошибка и КФУ снова реализовывает несколько голов на поле противника. Связки федералок оказываются точными, и после разыгровки мяча с везущим и нападающим мяча обычно оказываются уже на паркете. Сборная химико-технологического института в последнем отрезке первой партии смогла пробить защиту КФУ всего 4 раза. Итог 25-8 в пользу федерального. Вторая партия оказалась более напряженной. Для КХТИ первые минуты вновь стали успешными. Сборная оказалась впереди. Казалось, что еще несколько подачек КХТИ выйдет в явное лидерство, но этого не произошло. Девушки из сборной КФУ смогли вернуться к отлаженным связкам и успешной обороне. К середине счет уже 17-8 в их пользу. Такой отрыв и риск вновь проиграть в партии незаметно выбивалось колеи спортсменов КХТИ, из-за чего они стали совершать грубые ошибки, в том числе и неудачные приемы мяча Либера. Несмотря на такой счет, в партии все же были моменты, от которых захватывал дух. Например, достаточно долгий розыгрыш мяча командами. До последнего не было понятно, на чьей же стороне он приземлится. Но еще одно нападение со стороны КФУ, и на их счет летит заработанное очко. Так партия заканчивается 25-12 в пользу федерального, и общий счет становится 2-0. Третья партия началась на равных курсах. Однако сборная федерального вырывается на 1 очко вперед в этой гонке, и КХТИ уже не может догнать соперника. Пробить сборную КФУ оказывается тяжелой задачей, но в середине партии это удается сделать. Счет стремительно увеличивается на стороне КХТИ, но тайм-аут все-таки приводит в чувство спортсменок федерального. Такой прорыв оказывается последним в матче для КХТИ. Еще один длинный розыгрыш мяча, и КФУ забивает свой матч-болл. Счет 11-25 в партии, 3-0. Заслуженная победа Казанского федерального университета. Ну, все сложилось удачно. У нас сегодня все получалось. Летела подача, было нападение, соответственно, был дружный коллектив. В принципе, девчонки настроились, я их поздравляю. Первая наша, так скажем, игра. Наталья Жирнова, Неделя спорта. От новостей студенческих переходим к новостям всероссийским и даже всемирным. На этой неделе свои матчи провели Акбар с Уникс Рубин и даже сборная России. Разумеется, за этими командами у нас всю неделю наблюдал Амир Савиров. И прямо сейчас готов тебе рассказать, как у них сложилась эта игровая неделя. Понедельник день тяжелый, но не для казанцев. 16 ноября казанский Акбар скрестил свои клюшки с автомобилистом из Екатеринбурга. В рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. На фоне одного из лидеров Восточной конференции Акбарс выглядел более чем достойно. Уже на первой минуте матча Артем Лукаянов подрался с защитником гостей Сергеем Сборовским. В первом периоде Акбарс уверенно ввел игру и забросил две безответные шайбы. Сначала Михаил Глухов воспользовался хорошим пасом партнеров и открыл счет. Позже Александр Бурмистров реализовал большинство точным кистевым броском. 2-0. Во втором периоде команда держали оборону. Счет не изменился. А уже в третьей 20 минутке тот же Александр Бурмистров оформил дубль и заработал звание лучшего игрока матча. В итоге уверенная победа казанцев со счетом 3-0. Во вторник, 17 ноября, баскетбольный Уникс в гостях проводил 8-й тур в групповом этапе Кубка Европы. Соперником был сербский партизан. Обоим командам нужны были очки, поэтому игра получилась упорная. После первой четверти Уникс ввел в счете 20-26 и контролировал игру. Но партизан смог переломить ход встречи. Во второй четверти вышел вперед и смог довести матч до конечной победы 89-86. На следующий день сербско-российское противостояние продолжилось уже на футбольном поле. В среду, 18 ноября, сборная России по футболу играла решающий матч в Лиге наций. Увы, но скромная сборная Сербии катком прошлась по нашим ребятам. Сначала на 10-й минуте Немани Радонич открыл счет. Позже звезда мадридского реала Лука Йович удвоил преимущество своей сборной на 15-й минуте. В конце тайма наша сборная пропустила сразу два гола в раздевалку. На 41-й минуте Душин Влахович, а на первый добавленный тот же Лука Йович оформил дубль. Во втором тайме главный тренер российской сборной Станислав Черчесов попробовал предать свежести команде. Последовали замены братьев Меруджуков на Ивана Облякова и Андрея Мостового, но и это не принесло свои плоды. Филипп Младенович стал автором пятого гола в ворота наших ребят. Сборная России, пусть и не в самом оптимальном составе, ничего не смогла ответить на голы хозяев. Итоговая победа Сербии 5-0. Сборная России второй год подряд не может подняться в классе в Лиге наций. В четверг, 19 ноября, Акбарс на своем льду устроил голевую перестрелку с Нижегородским торпедо. Настоящее ледовое шоу увидели зрители в Татнефть-арене. Сначала торпедо вышло вперед на третьей минуте. Хозяева, благодаря усилиям Виктора Тихонова, который оформил дубль, быстро сравняли счет и вышли вперед. Во втором периоде болельщики увидели такую же интересную игру с заброшенными шайбами. Станислав Галиев и Дмитрий Воронков отличились у хозяев, а разрыв счета сократил Антон Шенфельд 4-2. Основным представлением для зрителей стал третий период. За пять минут до конца матча команды забили целых четыре шайбы. Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Виктор Тихонов отличились у хозяев. Зият Пайгин у гостей. Итоговый счет 7-5, и Акбарс закрепляется на первом месте в конференции. Лучшим игроком матча, без сомнений, был выбран Виктор Тихонов, который оформил свой первый хат-трик за Акбарс. В этот же день следующим соперником Уникса в Еврокубке был французский Бур. Казан засмотрелись увереннее, чувствовалась разница в классе. Это подтверждает и счет в третьей четверти, 31-35, в пользу гостей. Уникс победил со счетом 86-74. Лучшим игроком встречи стал американец Айзи Аканаан, который набрал 23 очка и помог команде выйти на первую строчку в группе. В субботу 21 ноября в чемпионате континентальной хоккейной лиги казанцы начинали свою гостевую серию в Мытищах. Матч с китайским Кунь-Лунем состоялся именно здесь, в Московской области. Главные аутсайдеры лигии все еще жаждут поправить свое положение и подняться в таблицы. Но у Акбарса на этот счет были другие планы. За 41 минуту игрового времени казанцы заколотили в ворота хозяев сразу 4 безответные шайбы. По разу отличились Найжел Доус, Джастин Азиведа, Даниил Журавлев и Кирилл Петров в большинстве. В середине третьего периода китайский клуб смог воспользоваться оплошностью Акбарса и размочил счет. 4-2. Авторами стали Алексей Тарапченко и Люк Люкхарт. Но пару минут спустя многоопытный Данис Зарипов забил свой первый гол после возвращения из лазарета. 5-2. Казань берет 2 очка и продолжает свою выездную серию. В воскресенье 22 ноября вернулась российская премьер-лига. Казанский Рубин проводил свой матч в рамках 15-го тура против Ростова. Хоть у хозяев и не было основных лидеров, таких как Джорджа Деспотовича и Хвичик в Рацхелии, зрители на Акбарс-арене были вправе увидеть зрелищный футбол. В турнирной таблице команда разделяла всего 2 очка, а место в Еврокубках не гарантировано никому, поэтому матч должен был получиться интересным. В первом тайме команды больше контролировали мяч и старались не ошибиться и надежно сыграть в обороне. Отсюда и счет 0-0. Во втором отрезке встречи игра кардинально поменялась. Встречные контратаки, множество ударов по воротам и стычек между игроками. На 55-й минуте Харен Байрамян вывел гостей вперед, а на 76-й все тот же Байрамян оформил дубль. 0-2. Не тот результат, которого ожидали казанские болельщики. Ростов поднимается на пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В этот же день Униксу предстояло сыграть в рамках единой лиги ВТБ с подмосковными хинками. Вечные соперники, которые совсем недавно играли между собой в финале турнира. Очень интенсивный и веский матч получился у команд. Клубы обменивались лидерством в каждой четверти. Упорная борьба на каждом участке паркета. Но все же казанский Уникс с преимуществом в 7 очков побеждает. 83-76. Во втором матче подряд лучшим игроком стал Айзея Канан, который набрал 21 очко. Уникс закрепляется на шестой строчке единой лиги ВТБ. Амир Сабиров. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Большое спасибо за внимание. Для вас это программа Виларома Принсков. Увидимся ровно через неделю в это же время на этом же месте. Успехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин